Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Надеюсь, мне удалось создать новогоднюю атмосферу, хотя пришлось включить искусственное освещение, потому что у меня окно здесь. Пришлось его закрыть и создать такой вайб новогодний. У нас сегодня тархун. В цвет я думала, что будет елки, но оказалось нет. Имбирь, огурчики, мандаринов, к сожалению, не было, поэтому апельсин. И меня очень просили в комментариях. Я даже ответила на этот комментарий. Приготовить пасту с креветками. У меня как раз дома были креветки, я просто не увидела этот комментарий. Некоторые думают, что я специально игнорирую ваши комментарии. На самом деле нет. Я просто могу не увидеть. Особенно после того, как у меня появился второй канал. Как вкусно с креветками. С креветками намного вкуснее, чем просто с колбаской или с курицей, или с беконом. Ой, поймала. До того, как села снимать видео, наткнулась на видео. Там Ольга Бузова на мероприятие вместе с Дмитрием Тарасовым. И она начала его там задевать на этом мероприятии. Так посмотрела со стороны. Хочется сказать, знаете, как подружке хочется сказать, что ты творишь. У меня тоже были такие моменты, когда хотелось, например, задеть кого-то. Ну, из мужчин, да. А в конце, в глупой ситуации, оказывается, ты сама. Кто не видел, обязательно посмотрите. Там Оля выходит на сцену и говорит, где там, Дима, я тебя не вижу. Слава богу, конечно, что я тебя не вижу, но все же, где ты? И он такой типа машет рукой из Камчатки, что вот я здесь. И она такая, каково кусать локти дома, а сейчас ты прям здесь кусаешь локти. Может, я не права, но как-то, знаете, лучше было бы, красивее было бы, если бы она даже не заметила или сделала вид, что не заметила, что он даже там. Самый мощный удар – это игнор. Я знаю одну девушку, которая прям, знаете, бегала за парнем. Мы в то время в школе учились вместе, она в параллельном классе. Она прям бегала за парнем. И просто парень как будто ее не замечал, делал вид, что они друзья, хотя он видел, что у девушки чувство к нему. То есть всячески отрекался от нее. Но потом в один день она проснулась и поняла, что пошел он к черту. Таких, как ты, дофига. Вот. И вот тогда началось самое интересное. Поэтому если вы хотите вызвать эмоции у человека, просто игнорируйте его какое-то время, и вы увидите. Тарасу, в свою очередь, очень культурно ответил. Пожелал ей счастья, чтобы она его больше не задевала. Теперь я понимаю, почему Бузова так страдала по Дмитрию. Он такой сдержанный, как настоящий мужчина. Не знаю, мне он вообще импонирует. Я вспоминаю себя, когда мне было лет 17-18. Такие глупости делала. А взрослеешь, делаешь какие-то выводы. Итак, давайте все видео не будем обсуждать. Дмитрия Тарасова и Ольгу Бузовну. Обязательно посмотрите отрывки эти. В ТикТоке они есть. Это прям вообще очень интересно. Здесь мне пишут комментарии. Айгюль Алиева. Мы, наверное, больше заждались твоего папы, чем тетя Гюля и вы. Айка, когда папа приедет, сходите в ресторан, погуляйте по городу. Такой красивый город, тем более сейчас он еще и наряженный. Твоим подписчикам было бы интересно посмотреть на такой контент. Тебе огромный привет, Айгюль. Но ты ошибаешься. Мама тоже очень ждет приезда папы. Буквально вот на днях он должен приехать. Но, знаете, немножко за последнее время я поменяла стратегию, что ли. Раньше я снимала все. Прям все. Иду с подружкой куда-то, я снимаю. Вот на днях ко мне пришла в гости Шелли. Но я ничего не снимала для вас. Не показывала. То же самое с другими подругами. Не знаю, возможно, это из-за возраста. Как-то взрослеешь, меняешься. Мне уже, как сказать, не хочется прям все показывать. Прям все рассказывать то, что происходит. Например, у меня бабушка переехала к тете. Но я вам об этом не рассказала. В последнее время я не все рассказываю. И, наверное, так правильнее. Есть какие-то моменты в моей жизни, которые я как бы не освещаю. А раньше я все говорила. Все, все, все. Когда папа приедет, обязательно погуляем по городу. Город офигенно украсили. Но то, что нету снега. То есть как-то смотрится все глупо, как будто летом. Поставили везде елки, там, гирлянды и все. Ну, обязательно с папой будем гулять. Потому что у меня папа активный человек. Он не любит сидеть дома. В этом плане мама с папой всегда были очень разными. Я помню, когда мы маленькие были, папа постоянно предлагал куда-то сходить. Там, не знаю, погулять и так далее. А мама всегда говорила, да нет, что там делать, давай дома посидим. Все дела. В этом плане родители с молодости были очень разные. Вообще, раньше на Кавказе в этом плане было очень сложно. То есть ты, например, выбираешь себе вторую половинку. Ты не можешь пообщаться со второй половинкой. Куда-то сходить. Ты выбирал себе жену и мужа чисто визуально. Если визуально тебе нравится человек, все, пожалуйста, женись. Так, чтобы пообщаться с кем-то, а потом не жениться на ней, это было вообще... Мои родители, как и все в то время, особо так хорошо друг друга не знали. Но, несмотря на это, они прожили уже вместе... 28, по-моему, лет. Сейчас все поменялось. Люди могут выбирать. И кто-то вот мне в комментариях пишет. Вас, наверное, насильно заставляют жениться на родственниках. Да никто никого не заставляет жениться. Выходишь замуж за кого хочешь. У нас девчонки есть, которые выходят замуж за иностранцев. Там, не знаю, в интернете знакомятся, выходят замуж, уезжают. Или, например, уезжают учиться в магистратуру куда-то. И там себе кого-то находят, выходят замуж и больше не приезжают. Но обычно это Европа. Америка. Родители за наше счастье. И, например, моей маме. Что-то не нравится в моем парне. Она как бы максимально аккуратно мне это говорит. Моя мама просто всегда мне говорит. Женщина, которая всю жизнь все тащит на своих плечах. В конце, до смерти она так и будет это таскать. А другая девушка, которая сидит и говорит, я слабая. Сделай это сам. Заработай на это сам. Тем самым она мотивирует мужчину работать. И как бы при этом остается женственной. И особо не запаривается ни по какому поводу. Мама меня немножко обвиняет в том, что я всегда беру инициативу на себя. То есть нужно заработать на это, на то, на третье, десятое. Мама всегда мне говорит. Зачем тогда тебе мужик нужен, если ты все делаешь сама? С одной стороны, логично. Я согласна с ней. Просто я такой человек. Наверное, я должна была родиться мужиком. Я просто сравниваю те времена, когда, например, женились моя бабушка, выходила замуж. Когда выходила замуж моя мама. Просто увидела фотографию. Я согласна. Чисто девчонки выходили замуж по фотографии. И прикиньте, не было разводов. Самый прикол заключался в том, что не было разводов. Люди жили. У нее было соцсетей. А сейчас сколько разводов. Вы знаете, не только на почве мужской измены. Очень много и девушек изменяют. Из-за этого распадаются семьи. Я вот за последние пять лет знаю минимум пять семей, где вот из-за таких причин люди развелись. Нету такого понятия, лишь бы сохранить брак. Я вам так скажу. Мои родители сильно как бы никогда не ругались. Потому что у меня папа такой покладистый больше. Мой характер, он похож больше на папин. Вы знаете, я такой терпила. Я терплю, терплю, терплю. Думаю, наладится. Все будет потихоньку хорошо. Не говорю свои претензии ни в коем случае. Терплю, терплю. А потом бац, взрываюсь. Я говорю, да сведу ли. Все, хватит. С меня хватит. Нету такого, что я постоянно говорю про расставание. Манипулирую, угрожаю. Это не мое. Я терплю, терплю. Потом все. И это не намек никому. То есть почему-то мои слова все думают, что я кому-то что-то намекаю. Кому-то что-то пытаюсь доказать. Поверьте мне, мое видео, мой парень давно уже не смотрит. Я просто говорю про свой характер. Какой вкусный апельсин. Но все-таки мандарины я люблю больше. Единственное, что я не потерплю по отношению к себе. Это неуважение. Если человек не знает, как себя вести. Будет как-то борзо со мной разговаривать. Там была пара из Дагестана. Она очень стала популярна после свадьбы. Там жених себя вел как-то очень неадекватно. Я просто смотрю на эту пару. Я думаю, не дай бог. Человек может не работать долгое время. Могут быть какие-то другие проблемы. Я это спокойно согласна терпеть. Но если человек меня не уважает, я уже молчу там про то, что руку поднимать и все такое. Один раз мы поссорились с моим парнем. И он мне на эмоциях сказал очень неприятные вещи. Я не сказала ни слова плохого. Ничего не сказала. Просто кинула трубку и все больше не брала телефон. Ему пришлось звонить Джоли, выяснять ситуацию. За эти два дня, наверное, где-то 200 раз позвонить. Я просто сказала свое позиционное. Я сказала, что еще одно неприятное слово. При ссоре все, мы разойдемся навсегда. Я говорю, ты можешь говорить о своих недовольствах, но ни в коем случае не оскорблять. Должна быть какая-то грань. Я поела, наелась. Реально было очень много, но я, можно сказать, почти все съела. Здесь немножечко осталось. Креветочки вообще бомба. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.